Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Мы продолжаем проходить игрушечку Ghost of Tails и как я вам, как я вам, как я хорош, как я прекрасен. Так, товарищ Ролла, что ты скажешь о моем крутом наряде? Ты ничего не скажешь? Что-то есть, смотри. Веселица? Что происходит? Тюремщика нашли убитым на дне колодца. Сигнальщик. Это же Силость, твой друг, так? Говорят, убийца вон. Его забрали пару дней назад. Похоже, вздер. Какие у них доказательства? Достаточные, чтобы его вздер. Филоса повесят? Когда? До следующего кровалуй. Его держат в тюрьме. Ладно, я могу чем-то помочь? Да, освободи его, в конце концов. Короче, они смерть тюремщика кинули на силу. А где веселица-то? А, вот, смотри, на туре веселица раньше не было. Они меня вообще не видят. Может, я как этот призрак стал, да? Да, реально виселица. Так, ладно. Время сейчас я специально промотал. 5.21. Мы сейчас с вами пойдем к главнокомандующему сходим. Блин, как классно тут и бегать, и когда на тебя стража не обращает внимания. Прям просто шик, блеск, красота. Пустите меня. Отличные доспехи, Склав. Командующему они очень понравятся. В том плане, что он их попросит, захочет отобрать. Ну ладно. Скав, у меня есть новости, которые могут тебе быть интересны. Сигнальщик силы Свездгов, арестован, обвинен в убийстве тюремщика и заточен в тюрьму. Его повесят на следующие кроволуния. Остальные крысы из отряда, они мертвы. Их оболы у меня. Позволь взглянуть. Пит, боу, скарф. Спасибо, что принес их мне, Скалф. Жаль, что ты не смог помочь им. Так, похоже, ты справился со всеми моими задачами. Молодец, Скав, просто молодец. Малый рост храбрецу не помеха. А, ледовой скав. Ты верно служишь Красной Лапе и крепости Дуинландской башни. За это я присваиваю тебе звание сержанта со всеми сопутствующими правами и обязанностями. Поздравляю. Ну, у нас повышение, в конце концов. Я гоняю в легендарных доспехах, а меня сержант под названием. Ну, пусть так. Какие доказательства есть против силоса? Вполне достаточные, чтобы его повесили. А вы уверены в том, что он виновит, сэр? Уверен ли я? До самых кончиков усов. Здесь, в Дуинландских башнях, правосудие отправляется быстро, Скалф. Я не буду тебе петь. Ты плохой. Ну, же, Скалф, брось. Вечно откладывать не получится. Ну, ладно, раз я все у тебя сделал. Блин. Хорошо. Я не хочу пока идти спасать силоса, потому что... Мы все равно пойдем к Херальду и надо будет что-то с ним. Я думаю, давайте мы с вами займемся алтарями все-таки. Потому что это просьба Дуинлан, и она нам подогнал такой доспех клевый. В общем, я хочу это сделать. Если бы я только чуть более хорошо ринксировался во всех этих годах, было бы прям намного легче. Чего их такими наркоманскими сделали? Так, еще забежим. Свечей возьмем. Свечки мне понадобятся. Я, правда, огни вам могу зажигать, но все-таки свечки тоже удобно. Карту Дальней Башни очень вовремя. Чтите своих мертвых. Ну, по крайней мере, можно увидеть, где примерно обелиски находятся. Это хорошо. Четыре, пять, шесть, семь. И, наверное, вот этот восемь. Ну, в любом случае, вот эти четыре мы зажгли, без всяких инструкций. Хорошо. Чтите своих мертвых. Не счастье павших здесь при обороне трубы, но имена всех, кроме девяти, стерло время. Под этими девятью именами да будут известны все, кто пожертвовал собой, и догорят эти свечи в их честь вечную. Если дурной ветер задует их, да будет святым долгом всех добрых существ, снова зажигащих том порядке, которым пали девять героев. Джод пала первый, здесь у лесных врат. Затем получник Уль, бросив прощальный взгляд на север, где его дом. Затем пал Хайт Высокий, прежде чем погиб Кен Лан к юго-западу от трубы. Погибла на северных склонах под мостом в тени ее любимого дуба. Те пал, глядя на Ваилийскую равнину и свет закатного солнца. Две сестры сражались и погибли вместе, сначала Венда под сводами, а прямо под ней и последний пал перед зовом трубы. Понятно, но это мы, видимо, уже вставили, потому что сами подобрали. На северных склонах под мостом в тени любимого дуба. Хорошо, я понял, нам северные склоны. Под мостом. Вот это похоже на мост, почему мы сейчас идем. А вот это похоже на дуб раскидистый. Не уверен, что это под мостом. Ну, наверное. Клин. Гибкая как ива, твердая как дуб. Ну, давай, ладно, я думаю, это про нее. Да. Хорошо. Хэ пал, глядя на Ваилийскую равнину и свет закатного чего-то солнца. Короче, кто-то на Хэ нам нужен. И он, скорее всего, глядя на свет, это, наверное... Где-то на берегу. Либо вот этот, либо вот этот. Нет, вот этот, наверное. С берега же самое прекрасное смотреть, на восход там и все такое. Кто-то на Хэ, и он смотрел на восход. Харат, несгибаемый воин. Лишь изумрудное пламя смогло его одолеть. Ну, пускай будет Харат. Да. Две сестры сражались, погибли вместе. Сначала Венда, а прямо под ней... Есть в одном месте, почти рядом, два алтаря, я помню. Один повыше, а второй пониже. Я не помню где. Один на горе вот стоял, а другой это... Сельдерат. Его язык был еще острее меча. Это вот какой-то бар. Но это Сельдерат, это мужик, он не сестра, поэтому как бы... Поэтому как бы нет. Он в конце. Тиоль. Не оставила сестру ни на поле битвы, ни в смерти. Да. Где-то вот там, на горе, по-моему, Вельдовский. Пойдет. Сестра отважная Тиоль, товарищ Семь. Сначала Вельда. Вот это Вельда. Да, это Вельда. А под ней внизу Тиоль. И последний, это вот этот Острослов. Харат или как-то там. Не Харат, а Сельдер, Шмальдер. Ну, короче, вот этот. То, о чем помнят, не умирает никогда. Мои товарищи будут жить в памяти поколений. Я благодарю тебя за доброту. Прошу, возьми это. Да священ ты на твой путь вечно. Вы обнаружили, что держите необычную лампу, горячей голубоватым огнем. А когда поднимаете глаза, призрака уже нет. Ох, класс. Ох, класс. А можно было это дать мне, ну, хоть немножко пораньше. От нее было бы намного больше пользы. Ну, просто не кончающийся фонарик. И мне он определенно нравится. Я похож на какого-то проводника душ в темные глубины ада. Какой-то хорончик такой, да? Клево, клево, клево. Мне нравится. Он, по-моему, не так ярко светит, как фонарь. А может и так же. Я не уверен. Но в любом случае, нам нужно идти к Керальду, ну, и зайти к Силосу, чтобы узнать, какого хрена. Да, вот сюда. Примерно куда-то сюда. Короче, вверх надо подниматься. Вот примерно такая же проблема была и в первые годики. Ты две трети игры там страдаешь, и только под самый конец получаешь кучу крутых заклинаний, крутой доспех, крутое оружие. И оно тебе, по факту, уже нахрен не нужно, по большому счету, потому что у тебя либо большой запас расходников, и оно тебе уже нахрен не нужно, либо у тебя уже... Ну, в общем, у тебя всего хватает. Либо тебе дает Uber какую-то хреновину, а ее уже и тратить-то некуда. Это частая проблема от таких RPG-шечек. Так, мне интересно, что с хозяйкой стало. А сейчас, правда, ночь. Так, а где у нас кровать ближайшая? Ну, в общем-то, мне не очень интересно. Пойдем к силу пробиваться. И все равно не хватает. Неловкости не хватает. Вот, стамину не хватает. Дыхалочки. Ну, хорошо. Не то, чтобы это надо, у меня бесконечный фонарь. Но я же могу. Тем более, все равно надо было постоять, восстановить стамину. Сочетания нечего. Кто свистит? Не свистит, денег не будет. Он в нашей клетке, которую мы начинали. Тило? Где ты нашел эти доспехи? Они великолепны. А что ты делаешь в моей камере? Соскучился по ней? Я готов поменяться местами. Ты мне не говорил, как здесь холодно по ночам. Тюремщик мертв. Меня признали виновным его смертью. Командующий приготовил меня к повешке. И какие у него против тебя доказательства? Говорят, что у них есть свидетель. И что в спине тюремщика торчал мой кинжал. Кроме того, я был ему должен. Я очень сильно проигрался. Для командующего это был достаточный мотив. А где ты был той ночью, когда я сейчас тюремщик? В своей каморке, насколько я помню. В компании вестовиков и бутылки. А это ты убил тюремщика? Нет. В том смысле, что я... Я... Я не помню. А ты как считаешь? Я знаю, что ты этого не делал. Ты мне очень доверяешь. Я это ценю. Силос, это я нашел тело тюремщика. А, ну конечно же ты. Странно. Кажется, все мои проблемы начинаются от тебя. Они ставят в дворе виселиц. И как успехи? У них неплохо получается, да. Да, это будет отличная коронация для сына Рузлеева Короля. Силос, я вытащу тебя отсюда. Уходи, Тила. Забудь обо мне. Возможно, я это заслужил. Нет, это не так. Хм. Собираю вещи. Пора уходить отсюда. Думаешь, это будет так просто? Хочешь, я спрячу ключ под хлебом? Ах ты, наглый скрыга. Ну, предположим, что ты вытащишь меня из камеры. Что дальше? Мы что, просто выйдем через главные ворота? А как насчет Гасты и Фаталия? Они наверняка знают, что делать. Думаю, ты слишком им доверяешь, мышь. Если ты не виновен, я докажу это, клянусь. Хм. Командующую прям как осел Тила, его не убедить. Даже если бы тюремщик восстал из могилы и лично указал на убийцу, Командующую все равно бы приказал меня сдернуть. Похоже, петли мне уже не избежать. На берегу ждет лодка. Сбежим вместе, я буду ждать тебя там. Вы кладете ключ от камеры на койку рядом со своим другом. Ты ведь не помнишь, как мы впервые встретили? О чем ты? Ты лучше меня знаешь, как это началось. Ночь, застава на Термском тракте. Ферн? Я познакомился с Мерри Хаммелью, недалеко оттуда. Ила, пожалуйста, просто послушай. Застава на Термском тракте. Двое мышей, без надлежащих документов и с мышонком в тележке. Умирающий от укуса паука, а до ближайшего врача несколько миль путей. Слушай, а он, наверное, был тем сержантом, которого ждали, да? Ты был там? Нет, но должен был быть. Я тогда был дежурным сержантом. Тот сержант? Это был ты? Да. В том, что случилось, виноват я, сила. Они сказали, что не смогли тебя найти. Я был там, сторожки у ворот, всего в нескольких ярдах оттуда. А те стражники, они могли нас пропустить. Я был их командиром. Их проступок, это только моя вина. А значит, это ты забрал Брина, чтобы отнести к врачу? Ты пытался спасти его? Да. Так только я узнал, в чем дело. Но было темно. И шел сильный смех. Я сбился с пути. Что с тобой случилось после этого? Мы тебя больше не видели. Начальник гарнизона упёк меня на ночь на Гаутфакту за самовольное оставление поста. О том, что случилось с твоим сыном, я узнал только на следующий день. Почему тебя арестовали? Ты ведь пытался помочь. Был трибунал. Меня понизили с вами. Они что, предпочли бы, чтобы ты ничего не делал? Тила. Той ночью, когда умер Брин. Я был пьян. Почему ты мне раньше не сказал? Я собирался, но время было неподходящее. Когда я увидел твое имя в списке на перевод, я решил, что это судьба. Шанс всё исправить. Исправить? Я не думаю, что что-то можно исправить. Я знаю. Иди, Тила. Делай, что должен. Найди миру. Обрети то счастье, какое сможешь. Ну, смысле, братан? Не о чем больше говорить, мышь. Слушай, я тебе лють оставил, да? Или не оставил? Или оставил? Братан, погнали. Хорош, что ты стерил. Тело, пожалуйста, просто уходи. Короче, мне его судьба будет неизвестна. Я попробую ещё к Фатали сбегать. Может, они хоть его и недолюбливают, но помогут. Всё-таки братан в беде. Так. Лягушек. Выключить свет? Убери свет. Ты что, ослепить меня хочешь? Мышодок. Ты слышал? Слышал эти мерзкие звуки? Бывает иногда затихнет, а потом опять. И так целыми днями. Вот. Нет. Вот. Теперь этот чёртов свист. Слышишь, слышишь? Вот. Сейчас свистят. Проклятие. Я уже и сам не знаю. Слушай, закруши ты этого Квигу. Свистуна. Свист? Я решил эту проблему. Что ж, ладно, хорошо. Ну что так? Ты что тут опять делаешь? Они ставят во дворе виселец. Ага. Вешать, значит, кого-то собрались, да? Жалко, что не души. Но выбирать-то не приходится. В принципе, повешение у души очень близкие темы. Но, по-моему, это одно и то же. Ну ладно. Может, повесят вас? Меня? Интересно, как? Чтоб кого-то повесить, нужна шея. Хе-хе-хе. Прошу вас, мне нужно проложить маршрут до Переклава. Переклава? А, так вы о нем знаете? Переклава. Он мне каждую ночь снится. Но я дал кровавую клятву пирата никогда не говорить об этом месте. Мы три дня, как отплыли из Карна, когда нас без всякой причины атаковал болотный вестник. Который мы ограбили за пару недель до этого. Болотный вестник? Да, флагман морского флота Красной Лапы. Лучший корабль, сделанный в Беладоне. Красавец. Об этой битве будут ходить легенды. Нас неплохо потрепали, но озеро слишком боялось капитана и не дало нам пойти ко дну. Они оказались сильнее, а мы хитрее. Мы скрылись в плаще Переклава. На расстоянии нескольких лик от берега большую часть озера Ваэли окутывает вечный туман. Моряки назвали его плащом Переклава, ибо он, как говорят, скрывает мифический остров Переклав. Хотя большинство кораблей ходят у берегов Ваэли на относительно безопасном мелководье, крупные торговые суда, управляемые опытными капитанами и ваэлийскими лягушками в качестве штурманов, рискуют отправляться дальше в туман. Торговые маршруты пролегают по озеру уже много веков, и моряки давно нанесли на карты все течения и опасные участки. Несмотря на это, команда не должна терять бдительность, ведь видимость плащей ограничена всего несколькими фунтами. Помимо этого, там безнаказанно орудуют пиратские голливуды. Но грот нам порвали, а руль разбили в щепки, так что нас поймал змей. Змей? Змей, хлыст, мамкина лапка. Течение, мышонок, это все течение на озере. Хлыст тебя быстро перекинет из одной части плаща в другую. Мамкина лапка всегда мягко доведет до дома. Но вот змей. Коли тебя поймал змей, кораблю конец. Капитан сразился со змеем. Сурвал был ему оружием, и он победил. Озерная ведьма улеснула от змея, но попала в неизвестное течение, которое внесло нас в серый туман плаща. Казалось, мы целыми днями блуждали в непроглядной тьме, а потом увидели ее, черную башню, торчащую из озера, будто копье, пронзающее его сердце. Оно стояло на острове Переклав. Мы думали, что нашли спасение, но нашли лишь ужас. Невыразимый ужас. И больше мне сказать нечего. Ты мне никто, мышонок. Но прошу тебя, оставь Переклав в покое. Его они должны найти. Остров проклят. И кто сойдет на его землю, погиб. Значит, не поможет? Ни за что. Я поклялся забрать этот секрет в могилу. Кроме меня, дорогу знает только капитан. Да и тому нужны мои карты. И я их отдам только самому капитану. Больше никому. Так что, если ты и не вот, а? А ты вроде не похож. Лучше забудь про остров Переклав. Ага. Вот оно че. Хорошо. Если ты хочешь Отто, то рядом же нет никого. Что будет тебе, Отто? А еще я фонарь возьму, чтобы он тебя подслепливал. Капитан! Добро пожаловать в мою камеру. Надо поговорить про Переклав. Тут, кстати, одна мышь ныряет. Хочет разузнать, как попасть на Переклав. И что ты ему сказал? Ни словечко, ни словечко. Вы же с меня взяли клятву. Об этом острове не говори. А он хитрец. Но я же тоже не про. Я даже не упомянул зарытый на костяном берегу сундук. Куда тень вороньего гнезда падает ровно в пять. А если упомянул? Ключ-то у меня. А, ключ. Я бы его забрал, может, для надежности. Вы видите их по ночам, Шки? Черные пустые глаза, выжженные изумрудным солнцем. И этот звук. А, этот звук. Кераль, кажется, вот-вот заплачен. Капитан, обещайте, что в этот раз вы его уничтожите. Пират выплевал в серебряный ключ. Он медленно опускается в вашу раскрытую ладонь, покачиваясь на тонкой ниточке слюны. Какая милота. Переклав не должны были найти. А, ну-о-о. На костяном берегу, там, куда ткенят паста на мачте. Воронье гнездо, да? А, в это воронье гнездо. Ну да, это такое маленькое, такое почти корыто, да? Наверху. Центральный грот мачты, куда падает. Пойдет его тень ровно в пять, да? Ровно в пять. Это будет сложно подгадать. Иди, иди к мире. Ты меня узнаешь, да? В этом костюме. Ах, ты какой молодец. Ладно. Я думаю, нам еще стоит заглянуть к фаталю. И мы с вами уже двинем искать карты до переклавок. Но сначала я хочу забежать к крысяткам. мышаткам. Это же мыши. Тем более, что у меня есть практически прямой путь, да? Вот некоторые срезы прям очень хорошие. Очень часто ими приходится пользоваться, они прям помогают. Но некоторые же это прям беда. Эй, Тила, где ты пропадал? Гаста, Гаста, проснись. Что? Что такое? Того я вижу. Я же говорил, он придет. Тила, мы уж было собрались без тебя уходить. Они хотят повесить во дворе какого-то скрыга, но нас они не возьмут. Как говорил Па, если начинает строить виселицы, пора делать ноги. А ему бы еще самому этого совета послушаться. Я с вами не пойду, я знаю, где мера. Но мы же тебя ждали. Уверен, если уж уйдет, возвращаться не станет. Ладно, пойду, но сначала надо закончить одно дело. Гаста? Ага. Ладно. Это становится жарковато для нас. Знаешь, старую часовню на берегу? Как будешь готов, встретимся там. Спеши. Две мыши берут свои пожитки и исчезают. У меня по-прежнему вопрос вот с этой нычкой. Если честно, крайне интересно, куда она ведет. Может, поподбирать? Даже не знаю. Ну, короче, комбинация вот такая. Это, видимо, тот самый подкоп, который они столько времени делали. Эээ. Это вообще того не стоило. Ну, да ладно. Зато узнали еще один момент. А мне не надо задавать Дуин Лан квест бегать, да, потому что она со мной в урне. Но мне надо идти на северный берег, ждать там пяти часов и смотреть, куда будет светить воронье гнездо. Сколько мне на это время понадобится? Мне на это понадобится где-то запас часа в три, наверное, чтобы я добежал туда. Пока дублимся, то все, пока дорогу найду. Да, наверное, да. Ну, два, восьмой, два поставлю. Должно хватить. Время тут довольно быстро идет, но тоже там торчать не хотелось бы. Ну, и встретимся на северном берегу, потому что это просто путь. Не вижу смысла это показывать. Так, друзья, есть еще один вполне закономерный вопрос. А в пять чего мне надо смотреть? В пять утра или в пять вечера? Потому что я-то бегу на вечер, но возможно, здесь нужно утро, а не вечер. Я не уверен. С этим вопросом это очень интересный вопрос на самом деле. Посмотрим, посмотрим. В принципе, я почти дошел. Воронье гнездо а где оно, кстати? Должно быть вот там. то есть типа вот это от чего тень от дерева или от корабля? Ну, давай так, если солнце там, это все падает куда-то сюда, здесь что ли где-то? сейчас немножко подождем, посмотрим, может, что-то конкретизируется. Что-то еще хотел сказать. Дело в том, что вот наша, кстати, лодочка, да, поталь и гасто они же сказали, что мы укроемся в церкви. Но проблема в том, что да, тень-то, смотри, двигается прям. Проблема в том, что я не очень уверен, что это хорошая мысль, потому что я как минимум там эту сороконожку в церкви живое ставил и боюсь, как бы она их там не сожрала, пока они там прячутся. Но надеюсь, что этого не случится. Так. Если я все правильно понимаю, то нам вот эта вот точка нужно перекрестие. И если следовать ее пути, в 5 часов она будет где-то примерно здесь. это она очень быстро двигается, так что она будет где-то немножко дальше. проблема в том, что тень уползает куда-то то ли наверх, то ли куда, я не уверен, как туда залезть. может надо кусок скалы подорвать здесь или что-то такого плана. потому что посмотри, а там явно есть какая-то пещера, а вот это несколько похоже на какой-то заваленный вход. минус минус всей этой ситуации в том, что мне надо туда тащить вот это дело. Оно как бы взбалтывается. Возьмите Может быть, получится предметы по пути повзрывать? А, ну тоже пойдёт. Хм, ну и засел ты, дружочек. Амариция? Что вы здесь делаете? Беру то, что моё по праву. Как вы меня нашли? Это дело не хитрое. Ты шумишь так, что мёртвых разбудишь. Отойди-ка от сундука. Сейчас же. Это почему это? Кухарка достаёт из передника кухонный нож и вытирает его по рукам. Потому что иначе придётся запачкать нож. Вы отходите в сторону и делаете несколько шагов назад. Всё, вот так достаточно. Вот ты умница. Мы годами искали сокровища капитана Пороховая Бочка. А мы... В смысле, вы и Фауст? Фауст? Этот сноб. Он и имени-то моего не знает. Он только умеет, что брюходёр варит. Нет, я про Волькера, тюремщика. Он был моим партнёром в этой маленькой затее. О, Волькер, милый мой. Подумай только, ты с самого начала был прав. Жаль, что ты всего этого не увидишь. Я по нему скучаю. Мы были хорошей парой. Но это справедливая компенсация за его жертву. А это вы убили тюремщика? Я? Ну что ты, дружочек, нет, конечно. У меня с ним всё шло как по маслу. Но уж больно много он нажил врагов. Ещё бы не нажить, когда к родёшу приговорят. Грабишь катакомбы, просаживаешь деньги без продыха. Ты ещё и ищешь сокровища, капитан. Но почти успел их найти. Близко подобрался, но, конечно, не так близко, как ты. Как вы узнали о сокровищах? Лягушка в тюрьме, а? А, Керольт, кажется. Он разговаривает во сне. Стражники его подслушали, а Волькер подслушал стражника. Озёрная ведьма нашла переклав и вернулась доверху, набитая сокровищами. Говорят, из-за сокровища она и разбилась. Как это? Загружена была по палубу. Иль просел слишком низко. Остальное можешь сам представить. Но сокровище пропало без следований. Так что я зашла керольну. И что он? Он много чего болтал. В основном всякую чепуху. Грязный, вонючий амбицит. Твердил, что капитан ещё жив. Хотя от того в соседней камере одни кости в цепях остались. Сокровища ваши, мне нужны только карты. Ох, дружочек, и что же мне с тобой делать? А, может я просто перечерчу карты маршрута до переклава? Ох, дружочек. Хорошая была бы сказка, правда? Менестрель отбыл на переклав, чтобы найти любимую. Но только у каждой истории есть конец, тебе или не знать. Твоя кончается здесь, в этой дыре. Я слышала, что ты раскрыл меня командующему. Это нехорошо. Ты разрушил всё, что я строила здесь годами. Я пошёл. До свидания. Пошёл? Да уж, не отскрыга. Пухарка берёт изумруд из пиратского сундука. Если тебе от этого легче, то старенькой Аме будет очень приятно тебя. Она вдруг заходится в крики. Её глаза проваливаются в орбиты, а мех и плоть отделяются от крышащих костей. Черезгновения Аморецы уже нет. С жутким завоевным звуком, который скорее чувствуется, чем слышится, кристалл начинает пульсировать с зловещим изумрудным светом. А потом... Ну, а что случилось потом, вы узнаете уже в следующей серии. На этом пока всё, друзья. Большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, комментируйте. И до следующих серий. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!